МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Агросектор. Пять минут о тех, кто поднимает аул с колен и в целом об отрасли, без которой нет жизни на планете Земля. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кредитный портфель Сбербанка России в Казахстане в агропромышленный комплекс составляет 90 миллиардов тенге. Он охватывает различный спектр компаний во всех уголках страны. Наряду с крупнейшими зерновыми хозяйствами и овощехранилищами в Сбербанке кредитуются средние мелкие птицефабрики, производство мясной продукции и молока. Наша доля на рынке в честь финансирования субъектов ЭПК на сегодняшний день составляет порядка 19%. Общая рыночная доля банка по финансированию субъектов ЭПК. Сбербанк России в Казахстане занимает четвёртое место среди всех банков второго уровня. Поэтому кредитный портфель финансовой организации отражает структуру экономики в целом, уверен Александр Камалов. Он рассказал, что кредиты в агросектор становятся всё более успешными. За последнее время в банке не было зафиксировано ни одного случая невозврата или банкротства компании. Есть ситуация, связанная с некой экономической ситуацией, где мы по договорённости с собственниками компании вынуждены идти на реструктуризацию. Эти реструктуризации — это вынужденная мера, понимая то, что бизнес и дальше живёт, развивается, производит продукцию. В чистом виде невозвратов, банкротств мы такого не наблюдаем. Александр Камалов заявил, что на фоне увеличения количества государственных программ и поддержки агропромышленного сектора правительством страны, в будущем кредитный портфель агросектора в Сбербанке будет увеличиваться. Рацион современного человека далеко не всегда наполнен полезными продуктами. Большое количество мяса, изделий из теста и жареного вызывают в организме процессы окисления. Они, в свою очередь, могут привести к различным заболеваниям. Если пересмотреть рацион сложно, то можно, по крайней мере, обезопасить себя. Один из главных врагов окисления — свёкла. О её пользе в нашей рубрике «Кладовое здоровье» расскажет известный диетолог Альмира Сиджапарова. Все овощи красного цвета являются отличными антиоксидантами. Однако признанной королевой среди них является свёкла. Она помогает организму подавлять воспалительные процессы и защищает стенки сосудов от бляшек, которые могут вызвать инсульты и инфаркты. Чтобы употребить наибольшее количество полезных элементов, есть свёклу желательно в сыром виде, советует диетолог Алимира Сиджапарова. Если свёклу очень на тонкой шинковке настругать и сделать такие соломинки, заправить немножко оливковым маслом, тыквенным маслом, льняным маслом, и смешать с морковкой — это замечательный, прекрасный салат, как дополнение к любому блюду. Свёклу лучше всего есть в сыром виде. Но я бы хотела ещё порекомендовать всем телезрителям употреблять её в качестве сока. Выдавив свекольный сок, необходимо дать ему настояться не менее двух часов. Сок должен достичь какой-то определённой концентрации и стать наиболее полезным. В свёкле содержится незаменимый продукт, который важен особенно алматинкам, которые страдают заболеванием, очень многие страдают недостаткой йода и заболеванием щитовидной железы. В свёкле содержится очень много йода, железа, магния, калия, кальция. Кстати, особо полезной свёкла будет для сладкоежек. Каждый раз, съедая конфету или кусочек торта, мы выводим из организма витамин В, который тяжело восполняется, но которого в переизбытке именно в свёкле. По мнению экспертов, Казахстан имеет потенциал прокормить не только себя, но и мир. Для этого требуется здоровая почва, здоровая окружающая среда, здоровая нация, а значит, участие каждого из нас. Это была программа «Агросектор». До встречи в эфире 24 ТИЗ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова